Девушки отдыхают 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 Такая гордость за то, что действительно труд тот, который был проделан за все это время, был увиден в Москве такими выдающимися людьми и отмечен членами комиссии на высоком уровне. Это дорогого стоит. Я благодарю всех, кто к моей персоне и к нашему коллективу с таким высочайшим вниманием и оценил нашу работу. Давайте поговорим о творческой судьбе. На сегодняшний день коллективу 25 лет творческой деятельности. Вы не стояли у истоков, вы были одной из участниц. Расскажите, как все начиналось? Как вы попали, как вы помните свои первые... В то время, 25 лет назад, был директором Брянского областного центра народное творчество Виктор Осипович Груздо. Выдающийся человек, интеллектуально развитый по всем направлениям народного творчества и вообще искусства. И этот человек предложил создать при центре народное творчество фольклорный ансамбль. И он, именно этот человек, дал нашему коллективу имя славянской богини любви и плодородия, судьбы Макоша. И с этого, в принципе, и началась творческая составляющая нашего коллектива. Я была участницей ансамбля. После 90-го года, в 90-м году я стала руководителем фольклорного ансамбля Макоша. До этого был чисто женский коллектив. И я предложила ввести в состав гармонь. То есть, чтобы у нас участвовали еще и мужчины. Потому что брянская традиция – это не только женская, а и мужская. Но сколько сегодня вообще участников? Как они к вам попадают? В данный момент у нас шесть человек. Попадают просто… Я смотрю на тех людей, которые представляют из себя действительно личность в традиционной народной культуре. И если этот человек интересен своим внутренним миром, то, конечно же, я стараюсь пригласить его в коллектив. Прежде всего, чтобы это был человек с большой буквы. И, во-вторых, уже я смотрю на профессиональные качества. А традицию можно воспитать. Это все воспитуемо. Конечно, в основе фольклора все-таки лежит любовь к народной песне. Расскажите о репертуаре. Как вы отбираете песни? Кто занимается обработкой? И есть ли среди них те, которые отражают историю Брянского края и наше культурное наследие? Я достаточно новый участник этого замечательного ансамбля. Нахожусь с ним около года, но я уже прониклась в истории и знаю прошлое, настоящее. Уже у нас планы на будущее. Репертуар у нас самый разнообразный. Основой служат экспедиции, совершенные по нашей большой, такой плодородной, в этом смысле, Брянской области. Которую экспедицию проводил Лариса Анатольевна Сергушина. И далее, то есть записывалась песня непосредственно от бабулек, потом нотками она нотировалась и уже делалась обработка. То есть добавлялись голоса, инструменты. То есть мы смотрим, какие мы цели перед собой ставим, да, для сценического. Либо показать аутентично, то есть первородное такое состояние этой песни. И песни самые различные. То есть также мы смотрим, где нам нужно спеть, где нужно выступить, да. Поздравить, повеличать, подарить людям хорошее настроение, спеть нашу комаринскую, да, знаменитейшую такую брянскую народную песню. Частушками повеселить народ. Также показать древний фольклор наш, замечательный, с гуканиями, которых нету нигде ни в какой больше области, в других краях. Чем мы отличаемся, наша песенная традиция. То есть мы поем все, и нам все приносит огромное удовольствие это петь, пропагандировать и изучаем это с большим удовольствием. Но вообще в Брянском крае есть какая-то своя певческая традиция? Конечно же есть. И вообще, в принципе, каждый регион отличается своей певческой традицией. Брянск отличается своей колоритностью, зычным, открытым, природным таким открытым звуком. Естественно, гукальные песни, о чем сказала Олечка. И созвучиями, ну это понятно, музыкантам с секундовыми соотношениями, то есть терпкостью звука. И партитура очень насыщенная. И диссонансы у нас очень красиво звучат на Брянщине. Какие все-таки жанры вам более близки? Может быть, духовные стихи или вот спевание? Вот что, как вы отбираете? Или все вместе? Так как у нас коллектив, несмотря на такой солидный возраст, у нас все молодые люди. Молодые люди озорные. И наш руководитель она такая же молодая, задорная. И мы любим веселые песни. Веселые, потому что пока кровь кипит, да, чувства, эмоции. И у нас получается действительно так вот по-модному зажигать, отжигать так. Потому что, ну в душе мы, конечно, мы слушаем духовные стихи, романсы какие-то. Мы очень любим однородные песни, такие романсы, вот, послушать казачьи, военные песни. Но пока вот именно мы пропагандируем такую действительно радость жизни, такую веселость нашу. Вперед из песни, как говорится. Может быть, сейчас что-нибудь удастся попросить вас импровизировать, что-то близкое по духу, любимое. Может быть, что-то такое, что является визитной карточкой. Я понимаю, что сейчас в студии сложновато, но что-то очень хочется услышать. Ну, знаете, мы импровизируем сейчас страдания. Ну, страдать по-русски, как говорят, любить, страдать, жалеть. Ну, вообще, жалеть – это значит любить. Это если брать глубинный фольклор. Жалеть – значит любить, как говорили на руси. Ох, и разрешите я припею, Ох, и много песен от умею, Ох, и я гармошечку любила, Ох, и далеко встречать хотела. Ну что ж, это было очень замечательно, действительно так ярко, так весело. А какие музыкальные инструменты сопровождают ваши песни, исполнения? Ну, конечно же, это гармонь, всем известная балалайка, бубен, всякие различные шумовые инструменты, это и ветерок, и бубенцы, и, конечно же, наши брянские инструменты, кувиклы, традиционные. Кувиклы – это такие, можно сказать, в простонародье дудочки, так скажем. Дудочки, которые сделаны из тростника, и одна дудочка имеет один звук. Вот мы подбираем, естественно, по звуку, нарезаем, все это делаем сами. Конечно же, подстраиваем каждую дудочку под звук, под инструменты свои. Ну, это такая кропотливая довольно-таки работа. Да, безусловно. Вообще, вот давайте поговорим сейчас о фольклоре. По сути, фольклор – это и есть душа России. Как вы считаете, сейчас растет интерес к этому музыкальному жанру? Слава богу, что сейчас возрос интерес к этому жанру, потому что одно время, в общем-то, фольклор как таковой не воспринимали, особенно молодежь. А сейчас обращаем внимание и на концертах, на своих концертных выступлениях, что начали обращаться к фольклору именно с какой-то другой позиции, более душевной, более открытой. Потому что, действительно, это наши истоки. Без этого нельзя просто жить. Фольклор – это народная мудрость. И на этом, в общем-то, становилась наша Россия, это наша история. Поэтому очень замечательно, что сейчас повернулись, в общем-то, к традиционной народной культуре все, можно сказать, русские люди, ну, большинство, по крайней мере, русских людей. И делаются обработки известными нашими исполнителями. И очень приятно. Может быть, сказывается все-таки, вот, среди молодежи, пресыщение западной культуры, хочется уху послушать что-то новое. И сейчас, вот, если послушать молодежь, многие фолк, джаз, да, со всякими вот этими, пусть это будет, пусть, да, не аутентичный фольклор, пусть не такой традиционный, но хоть так, он доходит, да, потом они начинают скачивать какие-то песни бабулек, интересоваться культурой, смотреть видеопрограммы. Пусть так, но это идет, идет в массы, слава богу. И реализуется, как бы, вот у нас. Ну, такой вопрос. Как Вы считаете, что отличает детей, воспитанных на фольклоре? Прежде всего, уважение к культуре, к своей национальной, уважение к родителям. Потому что, в общем-то, на чем воспитывается ребенок, так с тем он дальше и выйдет в жизнь. А, как я уже говорила, фольклор — это народная мудрость. Начинается воспитание детей с колыбельных, а в колыбельной, в общем-то, просыпается душа человека. И там и любовь есть, и текст есть, и душевная какая-то теплота. Дети более открытые. Даже смотришь, практику проходили, когда обучались. Дети более открытые, непосредственные, то есть они не зажаты комплексами. Сразу видно, если ребенок обучается игре на фортепиано, у него какая-то, у него своя осанка, свое такое классическое поведение. А фольклорный ребенок, если можно выразиться так, он открытый, раскрепощенный. И почему фольклор? Он не говорит, что его должны петь только те, кто умеет. Это преемственность. Мы смотрим, как пели бабушки, мамы, папы, сестры. И ты потихоньку сам начинаешь. Либо ты найдешь себя в танце, в народном, либо в игре, либо в песне. То есть ты все можешь, ты доверяешь миру, доверяешь близким. То есть такая хорошая, здоровая община такая. То есть это очень полезно для ребенка все-таки. Фольклор – это не только песни, это же и игры, и прибаутки. Это все то, чем, в общем-то, занимается ребенок в детском саду. Это же все из народа. Вот, Оля, недавняя ваша участница, да? Как вы попали в коллектив? Кто вас сподвиг? Меня сподвигло личное желание. Давно знала об этом коллективе. Понравилось то, что действительно аутентично, да? То есть пропагандировать действительно традицию. Не просто, как говорится, вот есть такое выражение, извините, я вам скажу, вот умцы-умцы, да, какое-то вот что-то, или просто минусовки. А то, что ты имеешь возможность прикоснуться к своим корням, позвучать просто. Вот видите, мы сейчас даже спели недавно, у нас улыбки, мы сами довольны, мы сами от этого прям заряжаемся энергией. Пришла, прослушалась, вот, послушайте, давайте. Просто еще устраивалась на работу, я одновременно занимаюсь фольклором также, методист по фольклору, так сказать, по народной традиционной культуре. И одновременно пою и реализуем свои желания. Ну вот и хочется поговорить о методическом центре, народное творчество, вы являетесь директором, как вам удается совмещать, Лариса Анатольевна, и эту работу, и все-таки руководить таким коллективом? Как вообще? Успеваете по времени? Успеваю, конечно, немножко не хватает времени для коллектива, к сожалению. Для творчества. Для творчества, именно для творчества, так как административная работа, это, конечно, захватывает больше половины времени рабочего. Это можно так сказать. Но в любом случае, конечно, макоша для меня это прежде всего отдушина, это моя душа. Поэтому без макоши я сейчас не представляю себе свою жизнь, потому что каким-то образом я отдыхаю в коллективе, даже репетируя с коллективом, я отдыхаю, получаю эмоциональную вот такое... Эмоциональную и душевную зарядку. Ну, все-таки и методический центр является хорошим подспорьем. А центр народное творчество, естественно, сам по себе говорит название, само по себе, народное творчество. То есть мы занимаемся развитием и сохранением народного творчества на Брянщине. И вообще в России. Центр народного творчества, в общем-то, центры народного творчества есть в каждом регионе, ну, в том числе и в Брянской области. И наш центр знают во всех регионах и, естественно, конечно же, в Москве. Мы занимаемся фольклорными экспедициями, мы занимаемся сбором информации культурно-досуговых учреждений области. То есть у нас базируются данные работы всех учреждений культуры Брянской области. Очень интересная работа. Давайте поговорим о ваших гастролях. Вы ведь являетесь неоднократными лауреатами и всероссийских конкурсов, международных, если не ошибаюсь. Вот расскажите, пожалуйста, какие наиболее вам запомнились и почему? Ну, на нашем пути очень много было конкурсов и фестивалей. Но можно сказать, что самые такие добротные и значимые конкурсы – это Всероссийский фестиваль народных коллективов традиции, который проходил в городе Великий Новгород. Конечно же, это выступления, совместные выступления с хором имени Пятницкого Александра Андреевна Пермякова, художественный руководитель хора имени Пятницкого, известнейший и фольклорист, и деятель искусств Российской Федерации приглашала нас уже несколько раз на свои концерты для участия в новых программах. И вот буквально недавно мы удостоились чести выступать в зале имени Чайковского вместе с хором Пятницкого в новой программе «Русские потехи». Это было буквально в ноябре прошлого года. И хотелось бы сказать, что... Какие впечатления у вас были? Такой высокий профессиональный уровень у хора Пятницкого. Впечатления грандиозные, потому что с приходом Александра Андреевны хор, в общем-то, можно сказать, взлетел на какую-то очень высокую планку. Во-первых, Александра Андреевна обновила хор. Сейчас там в основном молодой состав. Девчонки, ребята молодые, голосистые, очень энергичные. Темп грандиознейший у хора. И, конечно же, петь с таким коллективом – большая, просто высокая честь. Я думаю, что вы были оценены по достоинству. Но при всем при этом, вот нужно сказать, что они относились с уважением к нам, с таким клиентом, не зазнаваясь. То есть звездности никакой нет. То есть не было задранного какого-то носа, как это... Я так думаю, потому что вы показали свое мастерство, поэтому, естественно, они оценили вас по достоинству. Да, но и воспитание тоже руководителя немаловажно. Я знаю, что после гастролей в Германии все заработанные деньги вы передали в детские дома. Это так? То есть скажите, пожалуйста, это, конечно, низкий вам поклон, просто и замечательный пример. Вот как это было? Да, была такая страничка в нашей истории у коллектива, когда мы были на гастрольных поездках в Германии. Мы делали выступления, концерты, платные концерты. И все заработанные средства от этих концертов мы передали в детские дома и вспомогательные школы. И детям, нуждающимся в чем-то, в слуховых аппаратах, кому-то нужны были очки, слабовидящие дети, кому-то нужны были спортивные тренажеры и другая какая-то техника или инвентарь, который нужен был для поддержания здоровья детей. Ну что ж, к сожалению, вот наше общение ограничено эфирными рамками. В завершение хочу задать банальный вопрос, но все-таки очень важный, какие творческие планы, вот, понимая, все-таки такая важная награда, премия правительства Российской Федерации уже получена. Ну, наверняка есть какие-то еще непокоренные вершины. Вот, что впереди? Ну, сейчас мы планируем, во-первых, поездку вместе с Департаментом культуры Брянской области. Нас очень, кстати, поддерживает Департамент культуры Брянской области в лице Натальи Александровны Сомовой. Сомовой низкий поклон Наталье Александровне за то, что так внимательно относятся к нашему творчеству, к нашему коллективу. И буквально в декабре мы будем представлять выставку работ народных мастеров Брянской области и будем выступать в Санкт-Петербурге. Ну что ж, поздравляю вас еще раз и желаю вам неиссякаемой творческой энергии. Спасибо вам большое за ваше творчество и всего самого наилучшего. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok